Друзья, сборка на 70 тысяч, это AMD Ryzen 3600X, погнали! Итак, друзья, как вы уже догадались, у нас процессор Ryzen 5 3600X, и перед тем, как готовиться к этой сборке, мы прошерстили интернет и почекали сборки за 5-6 месяцев, до непосредственно этого срока, и знаете что? Мы наткнулись на кучу сборок именитых, вот это вот постарайся как-нибудь замылить, именитых сборщиков, привет, Витя, кстати, Витя тоже собрал сборку на 90 тысяч, ну, он как бы не сам собрал, ну, как бы он там, понял, ему прислали комп, и он 90 вышел с водянкой, мы решили сделать чуточку иначе, у нас вышла сборка за 70к и Ryzen 5 3600, вот тут под съемка, держи, X, X, обязательно X, и мы взяли вот к этому ко всему, если вы вдруг подумаете, что тут интеграция, вот она, вот интеграция, вот тут надпись, сделай интеграция, то у нас MSI-овская карта, на всякий случай, но материнская плата у нас от Aorus, это, нет, еще разок, давай, материнская плата у нас от Aorus, это B450 Aorus Elite Gaming Motherboard Socket AM4, отлично заводится 2600 и все остальные процессоры, я прямо сейчас чекал, вот я вам не дам соврать отзывы к этой материнке, многие пишут про хорошее охлаждение в VRM, про дизайн, цену, кстати, цена у нас тут около 6600, 6 с лишним, там, небольшим, молчите, пожалуйста, 6800, ну, около 7, короче, блин, зачем, я вначале, получается, обманул, ребят, сейчас, короче, 6800, дополнительно у нас тут, ну, хочется сказать, в первую очередь, про то, что охрененное охлаждение, как было написано в отзывах, ну, тут, типа, массивное, закос под геймерский, пишут ребята в отзывах, и знаете, что, это не закос под геймерский, тут есть своеобразная подсветка и дизайн достаточно агрессивный, ну, ну, короче, зачем я людям показываю, ты, профессионал, ты умеешь поставлять подсъемку, вообще, ты умеешь вставлять, так вот, и также еще один минус такой, то, что M2 порт, вот с таким вот импровизированным радиатором, находится под видеокартой, и для многих это боль, для нас, мы посмотрим, в конце я обязательно скажу, и также самый охрененно абсурдный отзыв, который я мог увидеть, то, что вот эти вот порты SATA и вот эти вот пины, они находятся на воздухе, где они, наверное, должны находиться, ну, типа, они пишут, что вот они выходят, и все, ну, ладно, вот эти вот очки, блин, так, вот тоже, чтобы пойти, пока что вот тут где-нибудь сядь, посиди, подожди меня, оперативная память у нас 16 гигов HyperX Fury на, сейчас я вам скажу, на, 3200, между прочим, друзья, 3200 мегагерц, вот так вот они выглядят, HyperX, я не помню, чью сборку я смотрел, а кто-то прям охрененно четко вылизывал HyperX, я не могу сказать, что они плохие, ребята, но, как прям вылизывать, я никакого, вот, друзья, я за мир во всем мире, я просто, ну, в хорошем смысле вылизывал, я ни в коем случае никого не оскорбляю, имхо, ноу-хома, сори, братья, peace, green, peace, ладно, SSD-шник у нас, как и в прошлой сборке, это VD Green на 240 гигабайт M2, вот тут вот мы затестим вместе с этой карточкой, как они там на материнке сидят, терабайтник также от VD Blue, охлада, вернемся к Вите, Витя, привет, мы, там он ставил, какой, кулер-мастер, по-моему, водянку с райзеном, мы посмотрим, как с райзеном сочетается вот этот вот SE21214L, вот, с рядовой подсветкой, это ID-кулинг, у меня был, по-моему, что-то похожее в моем компе, по-моему, нет, чуть другой он был, белый, чистый, со своими прибамбасами, TDP 150 ватт и все, что мы знаем на данный момент об этом кулере, по-моему, больше, чем 3 медные трубки. В качестве блока питания мы взяли Smart Series Power Supply Thermaltake на... на сколько тут? На 600 ватт, это RGB 80+. Так вот, Thermaltake. Я хотел мысль продолжить. Зайдите на канал Компухтера. Скоро. Вы все поймете. Там был вопрос такой, я смотрел. Блин, я что, заспойлерил что-то? Некрасиво получилось. Видеокарта 2060 Super. MSI. И это Ventus. Была возможность, конечно, у нас мы мажоры, у нас была возможность поставить Gaming X, но, как по мне, они нихрена не отличаются между собой. И по таким вот источникам, MSI сами признают, что они нихрена не отличаются между собой. Также был вариант с палитом однокулерной. Если под этим роликом наберется полторы тысячи лайков, мы затестим палитовскую карту, вот огрызок, и покажем вам достоверно, в чем различие между вот такой вот полноценной, с двумя окулерами, со всеми прибамбулями, и вот тем вот огрызком в играх и, возможно, в тестах. В общем, пишите свои идеи в комментариях, и мы пока переходим к корпусу. Это у нас... GameDies, если я не ошибаюсь, да? GameDies, GameDies, окей. Argus... 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 Argus E1. MidTower PkCase. RGB... RGB Streaming Lightning. Чего? Кау? Зачем? Они вот до хрена всего написали, мне вот интересно, если мы сейчас вот это вот пиндюрим туда. Короче, по корпусу я скажу так, в конце этого ролика я скажу все свое мнение о двух вещах. Об вот этом, о видеокарте и M2 в материнке, и шумит ли кулер. Мне прям вот это вот очень интересно, и на протяжении этой сборки я буду вот на это вот прям очень сильно обращать внимание, помимо FPS, разумеется. Давайте перейдем непосредственно к сборке. Давайте перейдем непосредственно к сборке. Все. Вы, типа, вы уже должны были хлопать, а я должен был говорить, нет, не надо, тихо. Не, вы, типа, да. Ну тебе жалко похлопать, тебе жалко похлопать. Это только, я же об этом говорю. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 все ок типа ребят пишите в комментах по поводу материнки то что я говорю я по поводу м2 тут хочу с вами поговорить многие начали говорить давай вот так вот подвину чуть-чуть многие начали говорить нам про то что он будет где-то на уровне винтов и будет греть м2 такого не происходит мы посмотрели что как оно все выглядит м 2 находится короче видеокарта такая его 200 мая он находится вот так вот как-то нас на нижнем слоте видеокарте то есть блины не найти как объяснить видеокарты занимает вот 20 фото правильно правильно он вот тут вот расположен где-то вот в районе вот тут время не забить не трилли короче она не греется одним словом я посмотрел вроде всего по поводу этой темы и ничего не могу сказать и нареканий не вызвал по поводу того что и создать ники висят и чё делать пацаны как зачем я такого тоже не наблюдаю материнки матинка влево как влитая единственный момент единственный момент который нам нужно было сказать нам чтоб пиндюрить материнку вот в этот корпус нужно было задний винт вообще скрутить на хрен то есть он был так вот не залезал надо было вытащить все и засунуть обратно ну типа вкрутить обратно винт задний на корпусе вот тут была беда так в целом все вроде бы тоже нормально в целом по корпусу скажу так что сделан добротно круто ргбшная подсветка сделано сдержанно ну так не такого аляпистого чего-то все четко начинаем все вроде есть по поводу кстати водянки на сказать тут в теории можно пиндюрить водянку под нее есть под двух кулерный радиатор сверху connect так скажем вот и все все что я могу сказать сборку оценивать конечно же вам ну а мы просто решили 3600 x запустить с 2060 ваше мнение пишите в комментариях у меня на этом все подписывайтесь на канал с вами был я арсен вот такая вот сборка хотел сказать геймдес на это было бы как реклама нет не реклама счастливо